это итоги недели в студии максим кимбель здравствуйте а вот заголовки уходящих 7 дней полевые работы профильный экзамен и белорусский ноутбук холдинг горизонт уже в ноябре выпустит новинку сколько модели предложат покупателям бобруйск будущего председатель горы исполкома провел пресс-конференцию начнем проектирование детского сада на 240 мест в микрорайоне киселевич и что еще про анонсировал игорь кисель без детей нельзя было бы так любить человечество в беларуси проходит родительская неделя спасибо тебе за то что ты родила меня и моего брата и моих сестер чем измеряется любовь накопить на вторую пенсию договор с островитой заключили свыше полутора тысяч белорусов вопрос кем мы находимся по адресу улице максима горького дом 2 как это работает главное не пропускать александр родионов завоевал золото всероссийского турнира я долго не боксировал почти полгода меня не было на ринге какие слагаемые успеха пакистанская венеция японский вояж и планетарная катастрофа за полвека численность диких животных сократилась почти на 70 процентов где хуже всего обстоят дела обширные возможности для контактов президент принял участие в шестом саммите совещание по взаимодействию мерам доверия в азии александр лукашенко высказался мировых проблемах и заявил о необходимости как можно скорее выйти из кризиса и вернуться на рельсы нормального развития глава государства отметил пандемия лишь вскрыла противоречия которые существовали и раньше укоренило создание новой геополитической реальности которая на самом деле начала формироваться более четырех десятков лет назад беларусь была одной из стран на постсоветском пространстве которые добровольно отказались от обладания ядерным оружием и что мы получили взамен заверения вместо реальных международных правовых гарантий пустые ничем не подкрепленные декларации вроде будапештского меморандума бесконечные попытки дестабилизировать ситуацию в спокойной трудолюбивой беларуси а в двадцатом году зарубежные кураторы практически открыто управляли мятежом такой же сценарий ранее был опробирован и в украине к чему все привело мы видим беларусь получила статус наблюдателя в 2015 и как и во всех организациях и инициативах ее участие не номинально составе совещания наши стратегические и давние партнеры россия китай казахстан азербайджан оаэ турция узбекистан таджикистан индия пакистан египет то есть площадка предоставляет обширные возможности для контактов обмена мнениями продвижение национальных интересов азиатском регионе на полях саммита александр лукашенко встретился с президентами турции казахстана пример министром пакистана на второй день глава государства дал 20 минут на интервью журналисту nbc белорусский онкопрепарат продовольственная безопасность и централизованный экзамен выпускникам в 2023 не придется сдавать цит для поступления в университет чему еще готовится абитуриентом громкие итоги недели далее в специальном обзоре комитет госбезопасности получит право временно запрещать выезд из страны изменение коснется белорусов которые совершили административное правонарушение против порядка управления это необходимо чтобы избежать пересечения границы до возмещения штрафа ограничение может длиться до 6 месяцев в республике разработали два онкологических препарата они заменят зарубежные аналоги ранее министра втратил на них более 10 миллионов долларов белорусское лекарство ничем не будет отличаться от импортного следующем году она может выйти на наш рынок параллельно будет проходить регистрацию в россии в стране завершается посев озимых зерновых в два раза увеличены площади ячмени пшеница занимает более 160 тысяч гектаров продолжается и уборка картофеля овощей сахарной свеклы и кукурузы аграрий также готовят технику к следующему сезону составляют планы по закупке нового оборудования и машин выпускникам в 2023 не придется сдавать цит для поступления в университет вместо него будет два централизованных экзамена первый русский или белорусский язык на выбор второй профильный в зависимости от специальности результаты планируют вносить в аттестат по его среднему баллу по-прежнему будут выдавать сертификаты первый белорусский ноутбук от холдинга горизонт в ноябре поступит в серийное производство уже заключены контракты и создана операционная система покупателям предложат свыше восьмидесяти моделей здесь же планируют выпускать им мониторы сейчас разработано около сотни прототипов председатель бобровского городсполком провел пресс-конференцию игорь кисель поделился журналистами планами на ближайшее будущее и проанонсировал строительство нового детского сада киселевича продление маршрута троллейбуса домик района молодежная и масштабную замену тротуарного покрытия на плитку здесь же обсудили работу промышленного комплекса жилищное строительство благоустройства и развития туризма во всем по порядку карина греевич первая пресс-конференция после назначения председатель бобруйского горы сполкома открыто отвечает на вопросы журналистов одна из самых актуальных тем работа промышленного сектора сейчас это 35 крупных и средних предприятий на них приходится свыше 80 процентов выручки всего социально-экономического комплекса города только за январь и август объем производства вырастает на 37 процентов ритабельность продаж составила 8,6 миллионов и чистая прибыль за январь и август составила 167 миллионов если брать географию поставить в основной регион поставки естественно российская федерация значит если был мы прошлом году поставлять 60 процентов экспорта в этом году уже идет потенциал 75 процентов экспорта жилищное строительство актуальная тема в любое время именно по развитию этой сферы люди судят об уровне жизни в регионе в бобруйске на одного жителя в среднем приходится больше 25 с половиной квадратных метров в планах на 2022 73 тысячи квадратов особое внимание конечно многодетным только за январь сентябрь ключи вручили 190 семьям по статистике каждый год для них возводят около 320 квартир причем развивается и инфраструктура вокруг планируем в этом году уже может быть начале следующего года записи запустить дальнейшего продолжение троллейбусные линии по проспекту строителей вязать новые застройки нашего микрорайона молодежно в этом году мы начнем проектирование детского сада на 240 мест в районе киселевичи с учетом в феврале будет разработана проектная смертная документация и с марта месяца начнем строительство в этом году объем выполненных работ по реконструкции уличнодорожной сети превышает 260 тысяч квадратных метров на 45 тысяч больше чем в прошлом в планах на 2023 сделать акцент на замену асфальтобетонного покрытия тротуаров на плитку появятся и дополнительные велодорожки и сейчас это свыше 28 километров есть еще потенциал где можно велодорожки у нас увеличить это нам необходимо вывязать еще зоной по улице шинной улице минской проспект строителей то есть есть свои планы если перспективы и с учетом выделенных средств мы продолжим данную работу тема аварийных зданий тоже не остается без внимания опустующие земли получат вторую жизнь на ковзана снесут старое общежитие и возведут на его месте многоквартирный жилой дом сейчас прорабатывается вопрос о выделении первых этажей под пятую поликлинику что касается новошоссейной 25 территорию планируют выставить на аукцион по улице минской разработана проектно-сметная документация на строительство многофункционального здания значит общей площадью более 6000 квадратных метров и у нас еще планируется идет разработка проектно-сметной документации улица минской шинная тоже многофункциональное здание более площадью 10 тысяч квадратных метров фондоковский мост и путепровод на крыловый сейчас на особом контроле могилевский облсполком внес их список объектов которые ждет реконструкция по предварительным данным на ремонт выделят 22 миллиона евро освещение в городе не менее важная тема за последние три года проделана колоссальная работа по замене ламп на энергосбеки оберегающие что позволило значительно сэкономить и улучшить видимость на дорогах у нас есть центральная улица города бобруска еще необходимо еще доработать это улица рженикидзе еще улица оранжерейная значит есть некоторые моменты по пешеходным связям уже давно поручение горсвету посмотреть объемы работы и включение программы следующего года не обходят стороной тему туризма за медицинскими услугами приезжают гости из разных стран больше половины отдыхающих в санаториях бобруйска россияне есть интерес к промышленности набирают популярность экскурсии на красный пищевик и белшину пристальное внимание также к историческому прошлому знаковые места которые у нас городе бобруйске естественно содержится в хорошем состоянии и люди многие сюда идут это наши символы бобер бобруйская крепость это однозначно корееведческий музей я думаю что потенциал этот будет расширяться с учетом того что я сказал и развитие и бобруйской крепости у нас есть свои наработки наверное все таки получится этот вопрос решить включение инвестиционной программы в перспективах подать заявку на конкурс инвестиционных проектов могилевской области на возведение зала игровых видов спорта и крытую площадку для тенниса и хотят разместить за бобруйской ареной также в планах строительства квартала индивидуальных жилых домов все чтобы территория крепости заиграла новыми красками а сам город рос и развивался карина гуревич дмитрий шевцов станислав чечерин итоги недели от овощей до ювелирки торговых объектов стороны продолжаются мониторинге создана рабочая группа во главе с председателем совета республики уже проверено более 400 объектов установлены и нарушители стоимость завышали в одном из магазинов лиды также возбуждено уголовное дело по факту превышения служебных полномочий могилевской области компания продавала плодово-овощную продукцию в сотни раз завышая стоимость ущерб государству по предварительным подсчетам более 10 тысяч рублей хотелось бы обратить внимание также субъектов хозяйства что в связи с мониторингом им необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к рабочим группам и также представление оперативной информации которая будет необходима это сбережет также время и как субъектом так и нам сообщить о россии стоимости может любой желающий для этого нужно заполнить специальную анкету на сайте март в обручании могут позвонить также на горячую линию номер 68 2 0 43 правительство в свою очередь должно до 20 октября утвердить и вести в действие систему регулирования цен мама одно слово четыре буквы и вечный смысл страна отметила самый душевный и нежный праздник слова благодарности признание в эти дни звучат в адрес сотен тысяч белорусок кроме того с 14 по 21 октября впервые проводится неделя родительской любви уже в следующую пятницу поздравление будет принимать сильная половина человечества далее а тех у кого счастье измеряется детьми от колыбели до последних дней мы несем в душе единственный и неповторимый образ своей мамы она как никто другой все поймет всегда пожалеет и будет беззаветно любить несмотря ни на что в праздничный день в администрации первомайского района четырем удивительным женщинам вручают орден матери для них цветы подарки и теплые слова для каждого из нас мама является самым близким дорогим и святым человеком именно мама дает нам жизнь пока живы наши родители мы все остаемся детьми мы находимся все под материнской защитой для каждой матери ребенок является смыслом ее жизни и конечно же мы должны платить таким же теплом мы должны платить такой же заботой своим матерям среди награжденных олеся чалопан пока многие ищут счастье женщина свое уже нашла пять самых прекрасных детей дают ей повод радоваться каждому дню старший никита сейчас далеко учиться в гомеле мечтает стать хирургом хотя получает образование в колледже в планах девушки открыть бьюти салон мама гордится своей умницей дочкой и поддерживает все ее начинания 4-летняя даша настоящий боец не дает в обиду ни себя ни друзей двойняшки юлечка и иришка еще совсем малышки и только начинают познавать этот мир с ними много хлопот но еще больше радости самого самого детства никогда не учила обманывать даже не учителей ни вообще никого и как-то я никите сказала скажи вот так вот так а он такой мама нельзя наш папа работает на заводе биотехнологий он может их и переодеть и а да для даши это вообще папа это лучше мамы валентина и дмитрий домород в начале семейной жизни даже представить себе не могли что у них будет такая большая и крепкая семья три сына и две дочери самый взрослый 20 младшему год и 7 теперь же души не чают своих детях вместе гуляют готовят ужин и смотрят фильмы в уютной квартире построенной с господдержкой как стали мы многодетной семьей нам государство сразу погасило кредит 75 процентов за первую квартиру и мы там платили совсем немного потом родилась марта 4 и за 4 100 процентов гасили у нас две квартиры ну как раз вот будет на всех детей каждому по комнате как вот вырастут уже они обеспечены жильем просто я люблю детей вот вырастает ребенок вот уже пять лет он уже большой получается а хочется эти вот маленькие ручки пощупать ножки я работаю на красном пищевике грузчик во втором цеху работе фабрика поддерживает выплачивают материальную помощь профсоюз школе детям мне предоставлен дополнительный выходной день плачевым трепетная атмосфера царит и в загсе троим молодым матерям торжественно вручают свидетельство о рождении детей и памятные подарки от белой руси в бобруйске появились новые жители гордей доминик и есения этим первым новым государственным документам маленький человек новый человек гражданин нашей страны получает свои права это очень важно поэтому с удовольствием поздравляем всех мам сегодня в этот праздничный день и хочется пожелать в этот день здоровья деткам здоровья мамам пусть они будут счастливы пусть они будут успешные семьи родители и дети бобруйска громаж оригинально поздравляет своих сотрудниц с днем матери на автодроме 14 самых смелых и уверенных в себе женщин борются за звание автоледи 2022 дамы демонстрируют отличное знание пдд и соревнуются в скоростной сборке пазла прекрасные гонщицы лихо закладывают виражи по пересеченной местности показывая не только хорошую скорость но и навыки маневрирования трасса вообще замечательные эмоции были превосходные я когда первый газ дала первый раз это было очень волнительно потому что руль очень легкий было очень страшно особенно там как гравийка а не асфальт к чему мы привыкли это вообще круто особенно когда машину заносит на главной концертной площадке города 14 октября ирина дорофеева живой звук шоу-балет и ослепляющие образы заслуженная артистка беларуси исполняет как давно полюбившиеся шлягеры так и зажигательные новинки в программе более двух десятков композиций выступление вдвойне особенное каждая песня от сердца для милых мам я хочу поздравить и свою мамочку и всех наших милых прекрасных чудесных женщин с этим днем когда можно разделить его в кругу семьи близких родных услышать самые теплые слова от своих деток от своих кровиношек хочу пожелать чтобы вы всегда оставались счастливыми и любимыми чтобы вам было чем гордиться кем гордиться и самое главное ради кого жить конечно ради детей поддержке материнства в беларуси уделяется большое внимание трехлетний отпуск по уходу за ребенком адресная социальная помощь и выплата пособий о которых за рубежом могут только мечтать особый подход к многодетным по программе семейный капитал открыто уже более 118 тысяч депозитов на улучшение жилищных условий получение бедуслуг и образования не случайно наша республика входит в 25 стран мира где созданы благоприятные условия для родителей укрепления семьи в числе приоритетов государственной политики хочу поздравить свою маму галину владимировну пронину с днем матери желаю счастья большого здоровья крепкого долголетия и естественно всех матерей города бобруйска и белоруссии мама поздравляйте днем матери желаете всего самого хорошего самого лучшего желаю что мы твои сыновья мой брат костя будь я были самыми лучшими друзья сыновьями на планете поздравляю всей души свою маму с днем матери хочу пожелать счастья здоровья чтобы она всегда была красиво и долго жила и вообще всех мам с днем матери дорогая мама я хочу тебя поздравить спасибо тебе за то что ты родила меня и моего брата и моих сестер я благодарю тебя за то что ты есть у меня слава богу за тебя я тебя очень сильно люблю и поздравляю тебя с этим праздником в стране утвердили новую дату уже 21 октября белорусы отметят день отца поздравления будут звучать и в адрес сотен тысяч представителей сильного пола ольга васин да татьяна горбач станислав чичерин итоги недели сбережение на старость более полутора тысяч белорусов заключили договор о добровольной накопительной пенсии реализует программу страховая компания стравита новые клиенты отчисляют от 1 до 10 процентов заработка такой же взнос но не более трех процентов делает работодатели получать выплаты человек сможет в течение пяти или десяти лет после достижения пенсионного возраста чтобы оформить договор страхования необходимо либо прийти в офис стравита в бобруське мы находимся по адресу улица максима горького дом 2 либо на сайте стравита точка бай через вкладку заключить договор онлайн стравита гарантирует норму доходности не ниже ставки рефинансирования на сегодняшний день это 12 процентов при этом для работодателя соразмерно снижается общий взнос на пенсионное страхование то есть дополнительной нагрузки на предприятия нет стравита занимается инвестирование пенсионных накоплений и впоследствии будет платить человеку из его сбережений офис компании в бобруське работает с понедельника по четверг с 8 30 до 17 15 в пятницу до 16 часов выходные субботы и воскресенья мышление через удары единоборства благородных боксер из бобруська завоевал золото всероссийского турнира среди высших учебных заведений соревнования прошли в грозном посвятили их 77 годовщине великой победы александру родионову всего 22 но его имя известно далеко за пределами белоруссии его копилки три бронзы чемпионатов европы и выход в 1 8 финала олимпийских игр на тренировке восходящей звезды белорусского спорта побывала татьяна горбач в боксе как и в жизни чем больше потеешь тем больше имеешь эту простую истину александр родионов усвоил на все 100 еще в детстве интенсивные тренировки и работа над собой приносят свои плоды в копилке именитого спортсмена три бронзы чемпионатов европы и девятое место на олимпийских играх в токио на днях парень завоевал золото всероссийского турнира среди высших учебных заведений который проходил в грозном на соревнованиях боец представлял белорусский государственный университет физической культуры эти соревнования для меня многое значили потому что у меня было достаточно много травм из-за которых я долго не боксировал почти полгода меня не было на ринге и это хорошее возвращение турнир был можно сказать очень хорошего уровня потому что были также как и я титулованные спортсмены чемпиона чемпионы европы чемпионы россии конкуренция была высокая но несмотря на это я вышел победителем бокс требует не только хорошо поставленной техники удара но и отлично физической подготовки именно поэтому тренировкам саша посвящает 6 дней в неделю занимается по два раза обучают и наставляют восходящую звезду белорусского спорта братья сергей и вадим болбасы кто-то может быть скажет себя я сегодня не хочу саша в этот момент он лишний раз пробежит лишний раз ударит по груши лишний раз сделать какое-то упражнение повторения но это все приведет его к достижению той высокой цели чем он стремится это несомненно конечно олимпийский педестал много времени на тренировках боксер уделяет прыжкам со скакалкой снаряд отлично развивает выносливость и координацию работы ног необходимую нагрузку на мышцы дают занятия на тренажерах и поднятие штанги кроме того спортсмен отрабатывает удары на груши и участвует спаррингах много бегает плавает играет в баскетбол и метает в общем делает все то что формирует гибкость ловкость силу и скорость бокс начали бокс спорт пути кровавый но с глубокой культурой и кодексом чести бойцам запрещается наносить удары ниже пояса держать друг друга толкаться и кусаться родители александра родионова гордятся спортивными победами сына с удовольствием показывают многочисленные грамоты и бережно хранят все публикации в сми о своем мальчике наверное именно поэтому боксерские награды занимают в центральное место 33 кубка и 62 медали все заработаны потом и кровью и вот это вот медаль влади кавказ 2019 год тоже с европы уже новая весовая категория считать можно перепрыгнул через две весовые категории набрал 9 килограмм и тоже завевал бронзу но самая знаковая наверное награда можно так это сказать это путевка на олимпийские игры токио 2020 александр достойно представил нашу страну на токийской олимпиаде и в соперничестве с самыми сильными бойцами планеты показал свое мастерство и волю к победе весе до 69 килограммов провел два боя в первом сразил турках нихата и кинчи во втором уступил британцу поэтому кормаку и вышел в 1 8 финала главных игр четырехлетия а ведь начинал молодой спортсмен вовсе не с бокса спорт он пошел по одной причине вот пошел первый класс был самый маленький в этом классе и мы начали обижать он пришел ко мне начал жаловаться вру сынок не жалуйся давай заниматься с тобой физкультурой занялся начали заниматься физкультурой потом его отдал токвандо уже с первых занятий стало понятно у парня бойцовский характер раз за разом одерживал победы над более опытными соперниками но в 10 лет решил сменить кимоно на боксерские перчатки мама не сразу одобрила такой выбор очень травмоопасно сейчас понимает какое место спорт занимает в жизни сына искренне радуется успехом ждет соревнований и готовит его любимое блюдо блинчики со сгущенкой когда мой сын выступает когда показывают это все по телевизору муж вот муж это смотрит все потом с ним обсуждает я не смотрю потому что ну я не знаю для меня начинается такое состояние я могу заплакать я переживаю сижу в другой комнате потом только уже как говорится фото отчет сын мне присылает какие он травмы получил мама только это смотрит и переживает слагаемые спортивного успеха сила воли интеллект трудолюбия и мотивация александру родионову этих качеств не занимать свои 22 он четко знает чего хочет от жизни и уверенно идет к намеченной цели и кто знает возможно через пару лет бобруйск сможет гордиться еще одним олимпийским чемпионом а пока парень усиленно готовится кубку беларуси который стартует уже 17 октября и точно убежден главные победы еще впереди татьяна горбыч станислав чичерин итоги недели топливный кризис свободное путешествие и смертельная микстура в гамбии после приема сиропа от кашля погибли 69 детей кто за это ответит далее обзор громких заголовков мировых новостей япония сняла почти все ковидные ограничения на туризм теперь иностранцы могут путешествовать самостоятельно они в составе организованных групп отменяется лимит на 50 тысяч человек в сутки токио возобновляет действия безвизовых соглашений с несколькими десятками государств в то же время по-прежнему необходима вакцинация не менее трех доз или недавний результат теста во франции продолжаются забастовки на нефтеперерабатывающих заводах это сильно осложняет жизнь автомобилистов около 30 процентов заправочных станций не работают или не могут предложить все виды топлива особенно критическая ситуация сложилась в париже некоторые департаменты ввели ограничение не более 30 литров горючего в одни руки пакистанский город кахипур на таншахе полностью затоплен в августе сентябре здесь прошли параливные дожди а две недели назад произошло сильное наводнение из-за отсутствия канализации вода уходит медленно население в 40 тысяч человек испытывает серьезные трудности с продовольствием и санитарией 69 детей в гамбии умерли от острого поражения пучек после приема сиропа от кашля в препарате компании made in pharma обнаружили повышенное содержание токсичных веществ известная как аптека мира индия поставляет 45 процентов всех непатентованных лекарств в африку всемирная организация здравоохранения проводит расследование за полвека численность диких животных сократилась почти на 70 процентов особенно плохо дела обстоят в тропических районах на латиноамериканском континенте популяции уменьшились на 94 процента в старом свете этот показатель составляет 15 причинами ухудшения биологического разнообразия стали сельское хозяйство браконьерство лесозаготовки загрязнения и изменения климата такими уходящие семь дней увидели корреспонденты бобрусь к 360 и я максим кембель новая неделя новые итоги увидимся